О том, что сталинская премия была круче Нобелевской, о развалинах в Советской Кремниевой долине, шалостях Ньютона и Эйнштейна, перевернувших мир вверх дном, рассказывает лауреат Нобелевской премии по физике Академик РАН Джарис Иванович Алфёров. Могучим двигателем развития экономики, технологии, науки, развития вообще страны является микроэлектроника. Развитие микроэлектроники, как оно происходило? В 59-м году Килби в Соединённых Штатах Америки предложил интегральные схемы. Был сначала транзистор открыт, Джон Бордин и Братейн получили за это Нобелевскую премию за создание первого точечного транзистора. Шокли был введён в эту троицу, поскольку он сделал первый транзистор на ПН-переходах. Транзисторы на ПН-переходах по технологии Шокли делать было нельзя. Технология появилась несколько позже, на фирме Белл, а потом мы, я пришёл работать в январе 1953 года в физико-технический институт, и мы по постановлению правительства делали эту технологию. Теперь, Килби, значит, предложил использовать транзисторы для микроэлектроники, создавать интегральные схемы. Роберт Нойс, работавший на западном побережье, Шокли на запад, там кое-кого перевёз с востока, разработал первую технологию, диффузионную технологию кремниевую, которая, в принципе, является принципиально основой современных технологий. Нойс помер, иначе бы, наверное, он был среди лауреатов Нобелевской премии тоже. Дальше возникла проблема там, использовать, и название Кремниевая долина появилось позже, использовать эту кремниевую технологию для развития микроэлектроники. Они не стали это делать. Они решили, что это очень дорого, что гораздо дешевле и выгоднее использовать транзисторы, которые уже были, и конденсаторы, индуктивности, и делать вот такие схемы. Но появилась технология интегральных схем в 61-м году. Нормальная рабочая технология. И в 62-м году партии и правительства приняли решение о создании Зеленограда как центра кремниевой микроэлектроники с набором предприятий и следственных центров всего, что нужно для этого. Это получалось одновременно с Кремниевой долиной? Мы раньше оценили, мы раньше... То есть сделали они в научно-технологическом плане. Но мы раньше оценили будущее этого дела. В интегральных схемах, не транзисторах. Мы создали Зеленоград как научно-технологический центр всего этого хозяйства. И мы стали строить заводы микроэлектроники в Риге, в Минске, в Киеве, в Воронеже. В Минске, помимо всего прочего, мы создали компанию Планар. Это под землей на глубине 8 метров, развязанную от метро, от трамваев, от всего, которая делала такие машины, сложные степперы, которые переносили изображение интегральной схемы на Кремний. То есть мы заложили основы своей микроэлектронной промышленности. Да, научные основы они. Но они решили, что это дорого. А мы, ошибка наша крупнейшая, что мы это все пускали прежде всего только для оборонки. А нам нужно было это все. Это двигатель развития экономики и всего на свете. Мы это сделали. А дальше, что произошло в 91-м году? Рухнул Советский Союз. Я часто в разных интервью, и я об этом говорил, и скажу еще раз, в 2000 году, когда присудили мне Нобелевскую премию. Нобелевская премия в 2000 году была присуждена с какой формулировкой? У нас об этом мало говорят. Она была присуждена за создание современных коммуникационных информационных технологий. Джеку Килби за его вклад в создание интегральных схем. Алферову и Кремеру за полупроводниковые гетероструктуры и развитие их для оптоэлектроники и СВЧ-технологии. Значит, вот Килби – интегральная схема. А мы даем для этого, уже появилась волоконная связь, мы даем для этого современную оптоэлектронику и СВЧ-транзисторы, которые обеспечивают всю телефонную связь. И когда вы пользуетесь гаджетами этими, то вы пользуетесь интегральными схемами, созданными Килби, и вы пользуетесь транзисторами, которые созданы на основе наших работ. В Советском Союзе. Совместными. Созданными Алферовым и его учениками. Значит, вот современная микроэлектроника. Дальше, простите, а что дальше? Дальше еще Бойл и Смит на фирме Белл Телефон для совершенно других целей создали интегральные схемы, которые пошли в интегральные схемы Джека Килби, которые позволили сейчас делать фотографии. Создавались они для других целей, вовсе не для фотографии. Но они, оказалось, их можно использовать для фотографии. Поэтому сегодня, когда я смотрю, когда пользуются этими гаджетами, и публикой, а я еду в поезде в Сапсане из Петербурга в Москву или из Москвы в Петербург, сижу, там 28 мест. Один человек в этом вагоне первом, Жарас Иванович Алферов, сидит и читает книгу или газету. Остальные? А 27 сидят с этими гаджетами, играют в них. Фотографируют, играют. Значит, в общем, они пользуются работами Килби, Алферова и Смита, грубо говоря. Жарас Иванович, а вот... Об этом вообще говоря? У нас не говорят просто. У нас на самом деле говорят. Не говорят. Это всем известно, по крайней мере. Мне это... Это известно вам. Про вас это известно очень хорошо. Жарас Иванович, я хотел вас вот что спросить. Вот много сейчас говорят, что дети заняты этими гаджетами. У меня у самого три внука. Они книжки, их не заставишь читать. Они играют в игрушки. Они смотрят какие-то там, в какие-то сайты заходят. И многие учителя и взрослые говорят, что вот эти гаджеты, на самом деле, сейчас людей вместо своего истинного предназначения быть как бы выносными мозгами человека, они его немножко оглупляют. Вот как вы... Может быть, использование гаджетов нужно как-то ограничить было бы только в научных целях? Вот одну секундочку. Значит, я по этому поводу могу сказать и рекомендую, чтобы это было широко известно. Когда вручают Нобелевские премии, то процедура вручения идет, значит, в Королевском дворце, а потом в здании мэрии Стокгольмской идет Нобелевский банкет. В Нобелевском банкете это примерно полторы тысячи человек. И от каждой премии должен кто-то выступить. Джек Килби и Херман Крёмер, они просили выступить меня. Они сказали, что ты лучше это делаешь, выступи. Физикам дают первому выступать. Если вы возьмете сейчас просто материалы, они опубликованы, то там моя речь на этом Нобелевском банкете. Я выступаю от физиков, говорю, что вот как там все развивалось, какую роль наша работа сыграли. Потом говорю, между прочим, такую фразу, что любое научное открытие имеет помимо положительного, отрицательное значение. И наша Нобелевская премия, и наши исследования, которые внесли очень существенный вклад в развитие информационных технологий, которые сегодня широко используются для одурачивания, для одурачивания людей, для одурачивания молодежи. Это прошло 18 лет, это еще больше стало использованием. Это еще больше стало. Этот джинн уже из бутылки выпущен, его уже никуда не денешь. Вы запретить, вы можете закон принять, от этого ничего не произойдет. Вы должны это делать каким-то иным способом. Вы должны развивать технологии, которые должны идти. Гаджет должен помогать в развитии уже чего-то другого. Конечно, конечно. Он должен помогать, чтобы им пользовались, для того, чтобы узнавать новое. Для того, чтобы инициировать в том числе и желание почитать книгу и войти в другой интернет. И это очень непростая и сложная проблема. Жаль Саванович, вот у меня, знаете, какой вопрос? Ничего, что я вас перебил? Да нет, ну что вы, пожалуйста. У меня вот какой вопрос. Вот любые какие-то... Любые действия в науке, в культуре, в искусстве, они имеют, как и любые системы, начало, средний возраст и завершение. Вот то, что касается культуры. Есть такой... Был такой художник Малевич. Да. И он написал свой знаменитый «Черный квадрат». Да. И «Черный квадрат» долгие люди думали, что же это такое. А он же это объяснил все сам, что уже все написано. Уже была эпоха Ренессанса. Все Христа написали. Живых людей написали. И наступил конец искусства. И вот он этим концом олицетворял вот этот «Черный квадрат». Вернее, наоборот, «Черный квадрат» олицетворял конец искусства. И, на мой взгляд, вот наступает какой-то «Черный квадрат», и науке вот такой вот прорывной, нужно какое-то новое, что-то новое. Например, освоение гравитационных волн. Вот мне кажется, что с понятием, что такое гравитация, и с возможностью как бы оседлать вот эти волны или поля, начался бы новый технологический уклад. Вот как вы видите «Черный квадрат» в науке? И как его разорвать, если это так? Или это я заблуждаюсь? Ну, вы задали очень трудный и сложный вопрос. Я на него, в общем, не дам вам ответа, но я скажу следующую вещь. Вообще, развитие мировой цивилизации, по крайней мере, за последние три столетия, было связано прежде всего с развитием науки и применением науки для развития и создания новых технологий. Я могу назвать два имени, двух, так сказать, великих людей, которые внесли огромный, потрясающий вклад в это дело. Это Исаак Ньютон с яблоком. Вот. Это и гравитационные волны, в конечном счете гравитация, но гравитационные волны – это Альберт Эйнштейн. Значит, два человека – это Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн. И здесь я могу сказать, что развитие науки, создание новых технологий до начала XX века – это использование Ньютона и тех, кто был вокруг него. – Классическая физика, да. А затем, в 1906 году, в 1905 году, 26-летний клерк патентного бюро в Церне Альберт Эйнштейн сделал несколько работ, которые определили развитие науки в 20-м столетии. Первая из этих работ была связана, между прочим, с внедрением фотонов и квантов света. Вот. А затем специальная теория относительности, а затем Е равно МС квадрат, и что из этого последовало дальше. И, между прочим, еще одна работа, которая навела порядок на броуновское движение, которое существовало вроде давно, а вот порядка и объяснения ему не было. – Ну, как можно объяснить? – И это все сделал 26-летний Альберт Эйнштейн. И Альберт Эйнштейн в 1905 году встал рядом с Ньютоном. Дальше я хочу сказать следующую вещь. То, что у нас не знают и не публикуют и не пропагандируют. Альберт Эйнштейн в 1949 году написал такую статью «Почему социализм?» «Вайс социализм». Он опубликовал ее в новом журнале, который стал издаваться в это время. И в этой статье Альберт Эйнштейн обратился к экономическим и социальным проблемам. И он в этой статье четко показал, что капиталистическое общество занимается только одним отъемом собственности друг у друга на законных основаниях. – Он в США опубликовал. – Да. – Где жил, да. – Вот. И он сказал, что выходом из этого является только социалистическое общество и социалистическое собственность, хотя оно может приводить к такому закрепощению личности человека, которое еще страшнее. Но при этом он подчеркнул, что в существующем и развивающемся капиталистическом обществе оно создало еще и систему образования, которая воспитывает молодежь на этом принципе «давайте отнимать собственность друг у друга». И вот эта система образования и мы, 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 в общем, не понимаем и не отдаем себе в подавляющем большинстве отчета, какое кошмарное преступление против развития мировой цивилизации мы нанесли уничтожением Советского Союза и социализма в нашей стране. Потому что мы созданием Советского Союза и социалистического общества мы бросили вызов им всем и мы сказали, что общественная собственность на орудии и средства производства и система образования, создаваемая на основе этого, позволяет создавать социально справедливое общество. И с нами не смогли они справиться. Я часто привожу пример, что во время присуждения нам Нобелевских премий и вот Нобелевского этого банкета после этого было нечто вроде такой пресс-конференции, которую проводила компания BBC. И мой коллега, американский профессор Хекман, сотрудник Чикагского института мировой экономики, который получил премию памяти Нобеля по экономике, сказал такую фразу «Научно-технологический прогресс второй половины XX века полностью определялся соревнованиям СССР и США. И очень жаль, это говорил американский экономист, что это соревнование закончилось». На самом деле жаль, да. Это не жаль, это вообще на самом деле трагедия. А у вас есть какое-то собственное мнение, почему рассыпался Советский Союз? Ведь не из-за голосования депутатов на самом деле. Я могу сказать. На самом деле, конечно, было, но с моей точки зрения, предательство верхушки, лидирующей политической верхушки СССР. И я вам сейчас скажу такие слова, которые редко вы, наверное, прочитаете. Я думаю, что выдвижение Горбачева в качестве лидера страны Андроповым, то это в общем говорит о том, что Андропов уже задумывал развал СССР. То есть, оттуда ноги росли, на ваш взгляд. Теперь дальше я хочу сказать, почему все-таки это могло произойти. Понимаете, с одной стороны прав Хекман, что вот научно-технологический прогресс, с другой стороны большинство населения страны жило бедно. Ну да. Бедно. Мы тратили, возможно, с большим перебором средства на военно-промышленный комплекс. Мы жили бедно. И здесь вот проведением этой захватнической преступной приватизации мы сказали большим, как говорится, количеству групп населения, вот вы получите. Вы станете богаче. Четыре Волги, говорил Чубайс, вы получите. И на это люди, которые мало разбирались в этом, я могу сказать, что я занимаюсь наукой, высокими технологиями, именно за это, будучи избранным в съезд народных депутатов, я тоже этого не понимал. Мне не нужны были, я, конечно, не пошел, не клюнул на личное обогащение, но как это все делалось и как шел обман широких слоев населения страны, я этого не понимал. И это произошло. Это произошло. Я думаю, что это понимали, но я думаю, Горбачев, Ельцин, Ельцину было плевать на все, его важно было стать начальником и пролезть в Кремль. И вот Горбачев, ну, дурак, я думаю, просто. Вот я не верю в то, что он специально задумывал. Он, наверное, не дурак, он просто уровень был вот этот слишком большой для него, его уровень был намного ниже. Конечно, он не понимал, что на самом деле в итоге он останется за бортом. Вы думаете, что именно вот это предательство привело к тому, что мировая наука, вот с чего я начал вопрос, и постепенно схлопнулась в этот черный квадрат. И вот это соревнование не стало между США в научной области. И вот как-то все и прекратилось. Понимаете, я бы сказал следующую вещь. Конечно, это сразу же схлопывание в черный квадрат науки в нашей стране. В нашей стране. Схлопывание в черный квадрат, там все-таки не в черный квадрат, там заметное понижение роли науки, поскольку, вот как сказал Хекман, соревнования исчезли. Спорить-то не с кем, да. Да. Но все-таки без развития науки не может быть развития новых технологий. Ну, конечно. И новый технологический Новые технологии они нужны. Они нужны при любом общественном строе. Вот сможем мы все-таки победить гравитационные волны, оседлать их? У меня был недавно в редакции один ученый, вот, не буду называть его имя, так он сказал, что это уже разработки ведутся, и у него на выходе создания платформ антиградиационных, которые будут выступать для перемещения каких-то грузов. И все это вплоть до приглашения посмотреть. Вы верите в это или нет? Значит, я могу сказать следующую вещь. Ну, по научной квалификации я далек от этого. И мне, конечно, трудно оценить конкретно. Но я могу сказать следующую вещь. То, что присуждена Нобелевская премия за грандиационные волны последние. Да, вот я почему... Это вообще, между прочим, показатель. То есть народ в этом направлении думает. Конечно. И думает, и работает. И то, что здесь появятся новые, в том числе и приложения, это безусловно. Ну, значит, черный квадрат это такая ересь, которая скоро развеется. Я хочу вернуться вот к микроэлектронике. Несколько дней назад выступал министр Денис Мантуров и сказал, что мы находимся на пороге полного импортозамещения по микроэлектронике и для оборонных нужд, и для гражданских нужд. Вот это вы считаете, вот здесь как бы вы уже номер один человек. Вы считаете, мы близки к этому? Нет, да? Нет. А на чем тогда основано, вот он уже все-таки министр? Я не знаю. Это нужно спросить у него. Значит, у нас был Зеленоград, я вам рассказал. Он сейчас работает прекрасно? Нет, был Зеленоград. В Зеленограде осталось, ну, Микрон работает, а целый ряд предприятий приватизирован. Зеленоград это уже вообще говоря сфера Евтушенкова. И что делает Евтушенков со своей АФК-системой? На зеленоградских многих предприятиях, я вам не могу сказать, но это уже, как говорится, от Зеленограда осталось очень немного. Слава Богу, остался Микрон, который возглавляет, прекрасный специалист в области микроэлектроники, это Геннадий Яковлевич Красников, Академик Красников, мой близкий приятель, мой близкий товарищ. Да, Микрон работает, и у нас есть собственная микроэлектроника. говорить о том, что мы решаем проблему полностью импортозамещения, простите, микроэлектроника и то, что делает сегодня Красников на Микроне, это соответствует, ну, вообще говоря, вчерашнему уровню микроэлектроники мировой. Ну, слава богу, если бы вообще ничего не осталось... Но, но, но вчерашнему, а не позавчерашнему. А, вот. Да, то есть это близко, это вот, вот где-то совсем недавно. Значит, как развивались, скажем так, кремниевые интегральные схемы? Путем уменьшения размера транзистора и увеличения компонентов. Значит, первые интегральные схемы уже, так, транзистор, я вам сказал, когда возникли идеи эти, а первые интегральные схемы, это уже начало 70-х. И первые интегральные схемы, это где-нибудь порядка нескольких тысяч транзисторов на кремниевой интегральной схеме. А она примерно какая была по величине? Несколько квадратных сантиметров. Ну, вот такая, как спичный коробок. Сегодня размер интегральной схемы тот же, но на ней миллиард транзисторов. Между прочим, то, что у нас в мозгу, это, если мне не изменяет память, по-моему, 60 миллиардов нейронов. По-моему. Я могу ошибиться здесь. Значит, мы где-то можем выйти, развивая принципиально ту же технологию, на уровень десятков миллиардов транзисторов, иметь близко к числу нейронов, но увеличивая плотность числа транзисторов на кремниевой интегральной схеме, мы делаем это за счет уменьшения размера одного транзистора. И мы приходим к размеру транзистора, ну, сегодня в 15-20 нанометров. Нанометров. Это у нас в России. Нет, это в мире. Это в мире. В мире. И это предел. А у нас сейчас делают 30 нанометров примерно. У нас, если в мире изменяет память, 65. А, 65 даже. Да. Вот. И это делается в опытном производстве. Вот. Теперь мы делаем, значит, а что дальше? Дальше, вообще говоря, все это должно развиваться дальше. Теперь, секундочку, мы приходим к критическому размеру одного транзистора и к предельной плотности компонент в интегральной схеме. На этом мы остановиться не можем. При предельной плотности компонент в интегральной схеме мы выходим на число компонент, если мне не изменяет память, порядка 60 миллиардов транзисторов на интегральную схему, и вообще выходим примерно на тот же уровень, что и число нейронов в мозгу. Это на основе кремния. Да это кремний основа, на которой все это сидит. Теперь дальше. Но сегодняшняя интегральная схема это плоскость. А дальше есть третье измерение. Точно. А третье измерение это использование оптических СВЧ сигналов и значительно более широкое использование в интегральных схемах гетероструктур. Это как раз то, чем занимаетесь вы. То, для чего я и создавал университет нанотехнологий и одна из наиболее мощных компонент там это центр молекулярной эпитаксии. Это технология молекулярных пучков, в которых мы можем получать сложнейшие структуры, гетероструктуры с оптическими оптоэлектронными СВЧ-каналами и следующий этап развития микроэлектроники, переходящей в наноразмер, это переход использования третьего измерения. Мы его сейчас не используем, а мы его можем использовать. Для этого мы должны... Я понимал это ну сорок лет назад или пятьдесят даже. И технологию молекулярной эпитаксии мы развивали у нас в стране, и мы имели машины собственного изготовления. это уничтожено. Сегодня в мире это уничтожалось путем конкуренции разных компаний друг с другом. Мы могли быть конкурентами, потому что мы сделали это в том числе и в Зеленограде. Сегодня этого практически нет. Сегодня в мире две компании молекулярной эпитаксии машин. Вика компания США и Рибер компания во Франции. И мой центр молекулярной эпитаксии в университете имеет две американских и четыре французских машины. А своих пока нет. А своих нет и своих в ближайшее время не будет. Сейчас нужно просто используя этот потенциал, потому что ведь публика же она и развивает то, на чем она сегодня вот понимаете. Может заработать. То, на чем она сегодня может заработать. В советское время, может быть, мы тоже перебарщивали в этом отношении. мы говорили будете делать вот это. И основным механизмом развития технологий, в том числе науки для создания новых технологий, были постановления ЦК и Совета Министров. Но они были не самые глупые. Они были далеко не самые глупые. По сравнению с сегодняшними постановлениями. Простите, они же как готовились. Они же выслушивали нас. И постановления в этой области готовили Александр Михайлович Прохоров, Николай Геннадьевич Басов, Жарес Иванович Алферов. Вот кто готовил постановления в области лазеров, оптоэлектроники и микроэлектроники для будущего развития. При этом Александр Михайлович Прохоров был, я бы сказал, руководителем всего этого дела. Потому что Николай Геннадьевич был его аспирантом в свое время. Он был его руководителем. Я был хорошо знаком с Таунсом, с которым они получили Нобелевскую премию. И Басов самый молодой и раньше всех умер среди них. Вот, по-моему, в 2002-м. Михайлович был постарше, умер в 2006-м. Самым старше был Таунс, не дожил несколько месяцев до столетия. Скажите, а вот то, что наследие вот это в создании лазеров, то, что сегодня показал президент какую-то там машину и сказал, что это лазерное оружие. То есть это направление оно все-таки развивается сегодня? Вы понимаете, лазерное оружие есть лазерное оружие. Я не про оружие, вообще вот это направление. Накачка лазера, там же есть какие-то накачки ядерными какими-то взрывами. Нет, я могу вам сказать следующую вещь. Конечно, я опять здесь буду несправедлив, но лазерная техника больше всего будет развиваться за счет полупроводниковых лазеров. Потому что полупроводниковые лазеры это одновременно и возможность создания очень мощных лазеров, включая лазерное оружие и использование полупроводниковых лазеров в микро- и наноэлектронике. Вот. И это, как говорится, уникальные технологии и уникальная физика, в которой мы были лидеры и мы еще сохраняем целый ряд позиций и с нами по-прежнему считаются в мире. Во второй части встречи с академиком Жарисом Ивановичем Алферовым смотрите самое интересное. И я выступил сразу против. Фурсенко мне звонит и говорит, я надеялся на твою поддержку, а я говорю, я тебе ее не обещал, я был против этого и я выступаю против. Продолжение следует...